Всем привет! С вами снова канал Училка Физкультуры в Эмиратах. И сегодня мы с вами поговорим о вакцине. По крайней мере, Эмираты это первая страна, которая сказала, что выходит на финишную прямую в борьбе с коронавирусом благодаря вакцине. Сейчас я вам расскажу, что я об этом знаю. Вас попрошу поставить лайк, подписаться, чтобы не пропускать новые интересные видео. И начинаем слушать. Обязательно оставьте свой коммент, что вы думаете по этому поводу. Будет интересно. Погнали! Итак, сегодня речь у нас пойдет о вакцине против коронавируса. Но сначала я вам скажу, что сейчас середина декабря. И у меня, как у учителя, уже начались трехнедельные каникулы. Класс! Просто класс! В общем, если хотите иметь классную зарплату, жить в тепле. Сегодня, правда, плюс 25, что-то холодает. Видимо, так будет всю зиму. Смотрите мои видео, приезжайте, получайте работу или просто путешествуйте как турист. Об этом мой канал. Поэтому снова прошу вас подписаться, чтобы не пропустить ничего. Немножко расскажу вам, как прошел первый терм. Я, как учитель пятых-двенадцатых классов, мы вели все онлайн. Думаю и предполагаю, что это потому, что у нас начался с марта новый крутой ремонт школы. Вот он длился более полугода. И сейчас уже нас пригласили на один день в крутое и огромное большое здание нашей новой школы, где мы чуть не потерялись. Вот это вообще прикол. Субтитры сделал DimaTorzok Вот у малышей детского садика до четвертый класс они занимались группа А и группа Б. Группа А приходила в школу, группа Б сидела дома онлайн и через неделю они менялись. Также была группа С. Это группа, где учатся те дети, родители которых против их прихода в школу. Ни группа А, ни группа Б, именно группа С всегда учатся онлайн. Всегда. Вот так прошел чудесно первый терм. И у меня теперь трехнедельные каникулы. А теперь мы с вами приступаем к рассказу о вакцине. Мы, учителя, относимся к приоритетной категории. И нам одним из первых было предложено сделать бесплатную вакцину. Есть четыре вакцины, которые сейчас изместны в Эмиратах. Две китайские, Синафарм и Вироселл, и две российские, Спутник 5 и Вектор. Как это вообще все происходит? Вы даже не знаете, какую вакцину вам будут колоть. К вам приходит письмо, мейл от школы, где бесплатно по ссылочке вы можете прийти и зарегистрироваться, чтобы получить вакцину. Мне уже мейла три или четыре приходило, но я отказываюсь. И так я вам скажу, буду бегать до последнего, пока я не останусь последней, а потом меня уже вакцинируют. На самом деле это, конечно, юмор, но я объясню почему. Во-первых, вакцина все еще экспериментальная. То есть, возможно, все еще находят побочные эффекты, я надеюсь, исправляют их. Но, во-вторых, мне спешить некуда, я никуда не улетаю. Многие наши учителя сделали вакцину, чтобы улететь к родным и близким, потому что мы находимся в Эляне, принадлежим к Эмирату Абудаби, и въезд в Абудаби сейчас закрыт. Если вы въедете, вам нужно будет все равно, даже если тест будет отрицательным, отсидеть карантин 14 дней. То есть, получается, наши трехнедельные каникулы, вы сможете слетать на родину на 7 дней, вернуться и сидеть 14 дней дома не выходя. Ну, кому такое надо? Многие учителя поэтому сделали вакцину, чтобы увидеть своих родных и близких. Я вообще, в принципе, домой в декабре-январе не летаю, мне холодно. Тем более, сейчас в Украине такой гололед с ракопат, что только смотрю видео и понимаю, что не-не-не. В общем, никуда мы не летим, мы сидим здесь. Ну и третье, что все еще я хочу посмотреть, как ведут себя люди, которые вакцинировались. В моем департменте физкультуры вакцину сделали двое, египтянин. Как раз он сделал, чтобы улететь к семье. У него все прошло хорошо, а вакцина делается в два этапа. То есть, первый этап вам, ну, вам также колят в плечо. Вы приезжаете, вам кололи в плечо, через 20 или 21 день, когда 20, когда 21 день, вы получаете вторую дозу. И все так же все равно два раза в месяц. То есть, каждые две недели все равно мы будем делать тесты, как учителя. Все равно будет мазок из носа, слава богу, за все это платит школа. У меня были видео по этому поводу, можете переходить и смотреть. Вот, и этот египтянин, он сделал, сделал эту вакцину, чтобы попасть домой, увидеть свою жену и четверо детей. Вот, и филиппинка тоже с моего департмента, она сделала вакцину. Кстати, девушкам за неделю вы делаете еще тест на беременность, а потом только вам колят вакцину. Она сделала, вот у нее побочный эффект, который предполагается. Я читала в отзывах, и она мне сказала, что ей так же об этом говорили, головная боль. Вот уже три дня у нее реально головные боли, и ей просто сказали, просто используйте панадол. Панадол творит чудеса. Здесь панадол реально хороший, будете в Эмиратах покупать, очень качественный. Вот, что мне известно про это. То есть, вот головные боли меня уже как-то не устроили. Вот по этой ситуации, очень много также, смотрю на фейсбуке, вызывается добровольцев, все перепощивают пост, типа, нужно 500 добровольцев, условия, значит, вам старше 18-ти, вы живете в Абудабе, это кидалось, видно, в абудабские группы, хотя вот про Дубай я такое не слышала. И еще вы за две недели до принятия вакцины, вы не болеете ни коронавирусом, никакими вообще вирусными заболеваниями. Вот три условия, и потом из этих вот людей, которые подают заявки, выбирают 500 добровольцев, и опять-таки вакцины экспериментальные. Да ну нафиг. Ну реально, еще и бесплатно. Ну честно, меня это как-то вызывает подозрение. Хотя, некоторые украинцы в группах писали, мы готовы, мы да, хотим. Но большинство пишет, не-не-не, мы ждем результата, мы хотим увидеть, что это. Действительно, вот я с ними согласна, я хочу увидеть, что это. Уже получается побочный эффект, головная боль, мне как-то это не очень нравится. Так что, я вам рассказала все, что я знаю про вакцину. Пока все, что известно. Закуплено очень много доз, по-моему, 2 миллиона, но опять-таки. Когда египтянин из нашего департмента приехал делать вакцину, ему не разрешили даже сфоткать. Он все равно сфоткал. Это была Виросел, и Филипинка тоже сделала Виросел. В общем, многие пишут про Синофарм, многие про Спутник 5, и, по-моему, сейчас последние 500 добровольцев будут текстировать вектор, российскую вакцину. То есть, ребята, вы, конечно, тестируйте, я все-таки подожду результата, прежде чем дам мое тело на вакцинацию. Вот такое у меня короткое разговорное видео. Обязательно подписывайтесь. Мы скоро поедем в Абу-Даби, наснимаем много интересных видосиков вам. Будьте здоровы, ставьте лайк. Всего вам доброго.